И не просто мы продолжаем, а просто. Сейчас я по профессору приспекаю тема доклада. Где у нас профессор? Уже пошел инициативный процесс. Чувствую. Прокопается профессор Атхенка из Белоруссии. Прокопается Атхенка на месте. Запрошен с анкетом Пан Минкоя. Прокопается Атхенка. Уважаемые дамы и господа. Я рад принять участие в сегодняшнем конгрессе. Экология планеты в настоящее время находится в кризисном состоянии со времен возникновения человечества, а может и с самого момента своего рождения. А проблема загрязнения окружающей среды является наиболее острой из всех, которые стоят перед человечеством. Это наиболее сложный вызов всем нам на пути отправления глобальной экологической среды и глобальной устойчивого развития. Сорождение и развитие человечества является самой сложной составной частью пиосферы. Мы надеемся подрядом данного конгресса способствовать защите окружающей среды, способствовать развитию гармоничного общества. А также мы надеемся совместно организовать мероприятия для того, чтобы привлечь внимание всех политиков, коммерсантов, ученых и других представителей общественности в широких дискуссиях. Мы должны всем в этом процессе обращать внимание на защиту интересов в рамках наших планов с точки зрения как национального законодательства, так и международного законодательства. Необходимо получить поддержку на международном уровне для того, чтобы впредь продолжать осуществлять процессы по защите этой цели. Другим важным моментом являются единые ценности, духовные и моральные ценности. Сейчас экологическая обстановка испытывает кризисную ситуацию. ПОДПИШИСЬ НА КАКРАЗЕМИЕМЕРОВ На уровне международного законодательства нам обязательно нужно создать единый механизм реализации планов по защите окружающей среды. Во-вторых, на уровне защиты международного права необходимо понимать, что на уровне государства, на уровне компаний, на уровне каждого отдельно взятого человека необходимо осознавать важность процесса защиты окружающей среды. Также, в-третьих, необходимо создать организацию, которая в соответствии с единым механизмом защиты окружающей среды вела бы свою деятельность и наделить ее специальными необходимыми ресурсами и правами для успешной реализации своей деятельности. Из-за временных ограничений я вынужден остановиться на этом пункте. Спасибо вам большое за внимание. Доброе утро, господа и уважаемые гости. Для меня это большая честь быть сегодня здесь. То, о чем мы сегодня говорим, это большой спектр проблем. Для нас очень большая цель стимулировать мышление таким образом, чтобы оно мыслило в данном нужном направлении. И, наверное, Конгресс выполняет эту функцию. Перед лицом различных его угроз мы должны осознать, что мы должны делать для того, чтобы быть эффективными. Мы должны использовать следующее спиром, я бы хотела сказать, что есть такие моменты в истории, когда мы должны осознать нам, что прошлое. Его творчество оставило нам большое наследие. Как с точки зрения поднания человека, мы должны так организовать политиков и ученых, чтобы в глазах миллионов, чтобы они осознали важность этой проблемы. И те измерения, важность того измерения, которое раньше никогда не существовало в истории человечества. Организовать диалог. Окружающая среда, как сегодня многие говорили, показала нам, это очень становится тем объектом, который все больше нас волнует. Мы должны сделать что-то для того, чтобы сохранить его. Мы не можем больше ждать. Это английский театр. Окружающая среда отражается в английской литературе, в английском театре. Ее нужно сохранить для того, чтобы... Антон Чехов, российский драматург, он был сам доктором. И он обладал всем медицинским знанием, чтобы поставить диагноз. Речь о воспитании чувств. А вот... Чего не могу понять? Чего не могу понять? Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Просто благодаря такому искусству введению мы в Чистой Совете передали. Резко повысить творческий потенциал, если изменить систему знаний, если изменить тот понятий аппарат, который тормозит, скорее всего, развивает творческий потенциал в поле, вузе и так далее. Эта концепция называется «Экососия живого знания». Экососия – это метафилософизм. Живое знание – это метанаучное знание. Соответственно, разработана и опубликована живая логика творчества, заменяющая формальную логику Рестуфеля, и даже живая математика, которая ведет дальше в теперешней формальной математике, ведущей дело с трупами, а вовсе не живыми существами. Все это может дать быстрый эффект. Это зависит, главным образом, как быстро мы сможем переключиться на новый понятий, образно-понятийный аппарат живого знания. И это дает действительно большой эффект. Один из остальных законов очень просто формулируется, но трудно выполним. Именно закон самоотрицания себя вчерашнего. То есть отрицание себя и критика, жесточайшая критика себя, своих вчерашних, прошлых достижений. Это дает мощный стимул для творчества подъема. Поскольку именно этот закон самоотрицания дает возможность быстрее совершить свой творческий потенциал. Прошу сказать несколько заключенных слов доктора профессора Дмитрия Дмитрия. Коллеги, у нас есть несколько технических объявлений. Сейчас, в 14-м году, мы недавно погрешили почву обеда. И начинаем его строить по плану. И, кстати говоря, тоже думаю, что мы 100-летний план сможем реализовать гораздо быстрее. То есть здесь у нас никаких противоречий. Обед проходит в большом зале, который здесь на выходе. И симпатичные товарищи покажут, где, собственно говоря, проходит обед. Мы снова возвращаемся после обеда на следующую сессию, которая начнется ровно в 15.00. У всех есть программа и порядок поступающих здесь четко обозначен. А в плане того, прозвучавшего несколько раз призыва, в частности, профессора Сабжена, я не сказал, что через три минуты кончились предыдущие докладчика, соответственно. О том, почему здесь нет представителей властей, я напомню одну из любимых историй, которая случилась с одним из замечательных наших коллег, Сергеем Петровичем Капицей. Точнее, с его отцом, Петром Леонидовичем Капицей, в урядном дископремии. В свое время был под угрозой очень серьезных неприятностей, один заменитый медематик. И тогда было написано письмо. Петр Леонидович было письмо Молотову, председателю Совета народных комиссаров. И вот буквально через два дня на арши это письмо привозят, не распечатано, и там написано рукой Молотова, вернуть товарищу Капицей за ненадобностью. Это вот именно то, что имел Дубра Федор Сарген, что получается ли, получается ли, что все наши разговоры не надобны власти кто или иной законодательной, исполнительной или судебной. И вот такое ощущение было у Петра Леонидовича очень долго. И он думал, что, конечно же, никто не послушал правду, только математика, никто не арестовал, не подвергся репрессиям. И только спустя несколько десятилетий, когда у нас сын Сергей Петрович в архивах вдруг нашел это письмо, размноженное в десяти экземплярах, которые в те еще давние годы, оно рассматривалось на заседании Политбюро, властями внимательно, и Политбюро решило и поставило два пункта. Первое. Математика не трогать. Раз нужен для науки, то не будет трогать. А второе. Вот окопиться, виду не подавать, что мы изучили все его соображения, дабы не зазнался. И поэтому, учитывая тот потенциал интеллектуальный, который присутствует в этом зале, а еще больше среди наших коллег в сети, мне кажется, это замечательно, что здесь не присутствует фактически вот то, что называется председатель государства власти. Ну, не своя работа, а дело экспертного сообщества, всех участников в движении думать, и потом на выходе выдавать короткие тексты, которые, наверное, во всех странах, членов ООН, конечно же, будут читать и изучать. Это разная работа. У всех своя работа. А отельные государства, Сергей Петрович Лавров, на самом деле, и уважаемых представителей других стран, высказались более чем четко. Поэтому нет такой ненадобности. А то, что слушают незаметно, это замечательно. Так что это дает нам все основания для уверенности в том, что эта работа не напрасно. Коллеги, всем благодарю за проведенную площадскую часть. Курму, в три часа, до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.